здравствуйте дорогие друзья подписчики и гости канала меня зовут надя райс и я благодарю вас за то что вас снова со мной вот и пришло время посмотреть что же приготовила следующая неделя для всех те кто родился под созвезием тельца настраивайтесь пожалуйста на расклад и будем смотреть что же приготовила вам судьба для практиков скажу что я работаю с колодой дорог которая называется vice versa то есть это реверсивная колода вместо обычных 78 карт значений она дает нам 156 опять-таки для тех кто не работал с этой колодой скажу что обратная сторона карты не соответствует перевернутому значению карты поэтому даже не старайтесь меня исправлять если не читали мануал не работали с этой колодой раньше ну что же пельце настраивайтесь на расклад будем смотреть в данной колоде безусловно карты не читаются в перевернутом виде стучит на следующей неделе попадает вам старший аркан жрица он говорит о том что на следующей неделе вам придется прислушиваться к своей интуиции это будет правильным решением по той простой причине что для того чтобы пройти мимо жрицы и попасть вон туда между этих двух колонн и получить доступ к тайным знаниям нужно чтобы высшие силы решили что вы достойны этих знаний что если знание которое вы получите вы пустите на пользу на пользу себе и людям да что это не пойдет во вред поэтому данная карта говорит о том что да какие-то занавесы приоткроется и вы получите ту информацию которую вы хотели получить то есть в каких-то моментах тайное станет явным может видеть книга открыты для некоторых не для всех здесь может проиграться как поездка либо приезд мамы тещи свекрови вот этот момент тоже есть вот еще интересно у меня эта карта проигрывается для женщин вот на следующей неделе как по взлету палочки волшебной вы можете почувствовать себя на высоте вы заметите что к вам начали тянуться люди что на вас начали обращать внимание те кто раньше не обращал внимание и это все может быть связано с той духовностью и вашим духовным ростом который вы возможно даже не замечаете в себе но он у вас есть вот этот момент проигрывается ладушки давайте смотрите что гремит выпадает вам рыцарь мечей данная карта говорит о том что сложится так обстоятельства что резко придется решать какие-то вопросы то есть что-то услышали что-то узнали какая-то информация вышла на поверхность и решение нужно принимать быстро и действовать нужно быстро по данной карте проигрывается желание собраться и мгновенно решить этот вопрос потому что вопрос будет слободневный наболевший и действительно в ожидательную позицию принимать здесь не получится опять-таки может проиграться поездка то есть быстро собрались и куда-то поехали либо уехали для некоторых не для всех это может быть связано с какими-то военными действиями ладушки давайте смотреть дальше что у вас по работе если вы труд устроены работаете что здесь за тенденция у вас четверка чаш данная карта говорит о том что в плане работы есть такое ощущение что вы мастер своего дела умеете все выполнять прекрасно возможно даже в какой-то степени перфекционист стремитесь к тому чтобы все сделать идеально но какие-то упустили возможности вот если допустим рассматривали кого-то на повышение вот вас как-то пропустили либо вы не заявили о себе либо не подали заявление либо знаете вот были те которые в первых рядах подавались то есть если были какие-то возможности на работе что-то получить чего-то добиться такое ощущение что вы здесь занимается немножечко такую позивную позицию и позволяете этим возможностям пройти мимо вас для некоторых может проиграться разочарование в работе вот когда просто пришли понимаете что вас не ценят по достоинству и такое желание что-то поменять но не совсем понимаете что для некоторых может проиграться как желание уйти с работы либо уехать куда-то переехать в другое место с целью трудоустройства если вы ищете новую работу то здесь помогу безусловно будут возможности когда вы сможете засиять когда сможете получить новую позицию и все будет прекрасно все будет хорошо потому что по данной карте здесь вы умеете и коммуницировать и правильно донести свою мысль и опять же вы мастер своего дела данная карта еще указывает на то что вы можете манифестировать свою жизнь свои желания то есть если вы поставили цель конкретно ее сформулировали сказали так я вот хочу устроиться туда-то туда-то такое-то такое-то время на такую-то такую-то зарплату и у вас это может проиграться энергетика здесь очень сильного человека младушки давайте смотреть что у вас по финансам а по финансам здесь все хорошо все прекрасно десятка пентаклей карта стабильности гармонии уюта достатка благополучия то есть дом полная чаша по данной карте еще часто проигрывается поддержка семьи то есть может быть что вы родились не бедную семью изначально может быть так что если вы находитесь партнерстве да у вас там мужчина то в принципе ваш партнер поддерживает вас финансово этот вариант тоже есть для кого-то может проиграться наследство которого получили по роду и это тоже здесь идет плюс но в плане финансов здесь все хорошо то есть деньги у вас есть давайте смотреть дальше что вас в плане личных отношений девятка пентаклей прекрасная карта она говорит о том что у вас все есть есть уют комфорт благополучие по данной карте часто проходит стабильные достаточно отношения крепкие семьи долгосрочные браки когда у вас есть ваш дом и ваш дом это полная чаша когда есть и любимый партнер и опять же по данной карте проигрываются отношения где финансовая безопасность играет важную роль то есть люди понимают что любовь да это важно это хорошо но когда есть еще и материальная основа для этих отношений то отношение становится еще крепче ладушки давайте смотреть а если вы ищете кого-то хотите с кем-то познакомиться то что у вас выпадает вам старший аркан умеренность он говорит о том что в принципе здесь может быть знакомство но знакомство может быть с иностранцем то есть человеком не с вашего круга очень часто данной карте человек с которого вы можете познакомиться живет в другой стране либо в другом городе как минимум то есть здесь будет знакомство либо через каких-то людей либо через средства связи то есть по интернет сайт знакомств и так далее и тому подобное то есть шанс есть давайте смотреть ваше эмоциональное состояние королева жезлов смотрите какая красавица то есть плане эмоций будете полны энергии будете полны жизненных сил опять же по данной карте вы будете очень интересны другим людям как мужчинам такие женщинам потому что вас вот это вот харизма ваш энтузиазм вот это внутренняя энергия шарм это все заставит вас на следующей неделе сиять вы поймете свою значимость на следующей неделе вы осознаете свою красоту свою привлекательность прекрасно плане эмоционального состояния здесь будет идти фокус больше на карьере на продвижение по служебной лестнице если вы работаете если вы ищете работу то фокус будет на том чтобы найти ту работу которая вам нравится и чтобы она хорошо оплачивалась вот этот момент проигрывается ладочки давайте смотреть что вам успокоит сердце на следующей неделе вам успокоит сердце осознание того что вам не стоит ждать кого-то чтобы кто-то решил за вас все вопросы и помог вам избежать какие-то сложные ситуации потому что видите вот орел у него есть видение перспективы такое же видение перспективы есть и у вас то есть то что вы остаетесь там где вы есть это ваш личный выбор потому что избавиться от этой ситуации уйти от нее вы можете сами все это находится в рамках ваших возможностей видите здесь меч есть она очень легко может освободиться до перерезать эти веревки и быть свободной то что она остается здесь это ее личный выбор поэтому данная карта говорит о том что если вы находитесь там где вы есть и ничего не предпринимается для того чтобы изменить эту ситуацию то на следующей неделе вы все-таки сможете признаться себе в том что это ваш выбор что вы так решили опять-таки успокоит сердце осознание того что вы можете избавиться от этой ситуации как только вы захотите если речь идет не у вас о ком-то из вашей семьи точно также проигрывается эта карта что успокоит вам сердце то что этот человек осознает возможность избавиться от какой-то сложной ситуации освободиться от каких-то уз так каких-то ограничений так вот ладушки давайте посмотрю вам совет выпадает старший аркан шут он говорит о том что если вы хотели попробовать что-то новое например отправиться в какую-то поездку переехать куда-то а получить какой-то новый опыт то да это зеленый свет опять-таки очень страшно бывает идти в неизвестное в неизведанное и данная карта говорит о том что нужно иметь веру нужно постараться попробовать что-то новое если вы хотите чтобы ситуация вашей жизни менялась потому что если вы будете делать то же самое что вы делали раньше результат будет тот же чтобы получить другой результат нужно рискнуть нужно попробовать ну что ж мои дорогие благодарю вас за просмотр этого видео пишите мне как проигрывается либо не проигрывается для вас это расклад что было здесь у нас была выстраивная альса Вот пока вот что вот вот